Девушки отдыхают И великолепного генетика, который отправляется с заданием изучить и покорить сердце вселенной Обитаемый остров послесловия Живописные холмы, леса, реки, все красоты внеземной природы станут свидетелями этой войны Рэймон Рэйвин Крэйбис В этой игре важны только и исключительно кролики Они бегают, прыгают, носят на голове кастрюли, поют песни, бросаются в атаку с мухобойками И, конечно же, истошно орут Привет, народ! Это снова Борик и Фак Фак — это программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению И даем полезные советы А Борик? Борик — это Борик Ну ладно, хватит поясничать, переходим к делу Можно только удивляться скорости работ в цехах Мексис и Electronic Arts Спустя буквально пару дней после релиза Life Stories Стало известно о скором выходе еще одного дополнения The Sims 2 Seasons, как следует из названия, целиком и полностью посвящена всем временам года В зависимости от сезона в первую очередь меняются предпочтения и характеры симов Например, зимой они чаще подвержены дурному настроению и депрессии Желание попинать мячик во дворе уступает место стремлению поскорее вернуться с улицы домой Окутаться в 10 одеял и погреться у камина Зато наступающий следом весной от былого стресса не останется и следа Сим будет летать на крыльях, влюбляться каждый день, наслаждаться жизнью и слушать песни мартовских котов Которых сюда завезли чего времена нашествия ПЭЦ Со сменой сезона меняется и ритм жизни Осень неофициально считается трудовой Все время проводим на работе, приходим домой за полночь, ужинаем и ложимся спать, а утром снова на работу Нет даже времени взглянуть на опадающие листья А вот лето традиционно одано под отпуска Игра поступила в продажу 27 февраля 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти И 128 МБ видео А также 5 ГБ на жестком диске Еще одной важной новинкой стало появление продвинутой системы садоводства Круглый год вы холите и лелеете маленький кусочек земли, находящийся за вашим домом И взращиваете на нем скромный урожай Его можно оставить себе, тем самым сэкономим время на поход в магазин и деньги на покупку продуктов А можно и продать Будет неплохая прибавка к зарплате Но главное, это конечно смена времени года, который заметно разнообразит игру Наша оценка геймплея 5 баллов И выглядит эта смена времени года очень хорошо Очень четко заметно, как уходит зима и наступает в начале весна А потом плавно переходит в лето Осенью все становится желто-коричневым, трава исчезает, листья желтеют Наша оценка внешних данных 5 баллов Отдельно хочется также рассказать про звук Вернее, про музыку Все как в оригинале Купив кукольный домик своего сима, стереоселедку или навороченный бумбокс Вы в передачу получите множество самой разнообразной музыки Причем все это такого отменного качества, что треки из игры впору запускать в FM диапазон Высший балл The Sims 2 это игра с практически бесконечным потенциалом Не глупая, интересная и стильная А такие дополнения, как времена года, только продлевают интерес Наша общая оценка аддона 5 баллов В одном серии The Sims не меняется Это все еще женская игра Здесь вас ждут, как и всегда, шоппинг, прогулки по паркам Примерки одежды, разговоры на тему Не устарел ли фасон платья в этом сезоне А теперь еще и продвинутое садоводство Если вы не можете понять, что в этом такого интересного То, как и предыдущие аддоны, это дополнение можете смело пропускать Ну а фанатам The Sims и говорить не стоит, что надо делать Бегом в магазин, уважаемые И смотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению Первый вопрос А сколько длится один сезон? Отвечаем Сезон длится 7 игровых дней Следующий вопрос А подскажите, как мне изменять погоду? Отвечаем Вызывать дождь, снег или град можно с помощью специального устройства Получить его можно, исполняя желания Сима Следующий вопрос А как вступить в клуб судоводов? Отвечаем Для этого необходимо вызвать по телефону комиссию Чуваки приедут и оценят вашу фазенту Желательно, чтобы на земле не было мусора и гнилых растений Следующий вопрос Как моему Симу разговаривать с растениями? Отвечаем Эта фишка появится только тогда, когда у Сима будет золотой значок садовода Следующий вопрос А почему мой Сим выращивает только одни томаты и больше ничего не может? Отвечаем Скорее всего у вашего Сима не развит навык садовода Сюжет пошаговой стратегии по роману «Обитаемый остров» братьев Стругацких Разворачивается после уничтожения Максимом Камерером, главного гипноизлучателя И поражением армии страны отцов Да, вот именно поэтому советуем перед тем, как начать играть в «Обитаемый остров» послесловие Все же прочитать одноименный роман Иначе большая часть происходящего на экране вашего монитора останется загадкой Кое-что, конечно, постараемся разъяснить и мы Но книжку прочитать все равно стоит Сюжет, описанный в оригинальном произведении, конечно, далек от того, что вам предстоит пережить в игре Но основные персонажи и даже некоторые сцены будут в точности повторять роман Каждая раса обладает собственными, уникальными технологиями Поэтому на поле боя сойдутся тяжелая бронетехника, артиллерия и авиация совершенно разных конструкций Живописные холмы, леса и реки Все красоты внеземной природы станут свидетелями этой войны На просторах трехмерных карт чередуются времена года А день сменяется ночью даже в рамках одной, пусть и протяженной по времени битвы На полях сражений за земли, страны отцов Привычный туман войны будет скрывать маневры неприятеля А на каждый ваш выстрел войска противника отреагируют слаженным ответным огнем Системные требования к игре таковы Процессор с частотой 2,4 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти На жестком диске обитаемый остров послесловия займет 1,5 ГБ Геймплей игры порадует фанатов стратегий огромными возможностями подопечных войск Во время боя вам нужно следить за моральным состоянием и опытом ваших бойцов Также немаловажную роль играет рельеф местности Воины могут маскироваться и окапываться, а ракетные установки лучше располагать на возвышенностях Твердая пятерка с геймплеем Что касается внешности обитаемого острова, то главная фишка — это возможность замедления времени и просмотра некоторых особо интересных моментов в повторе Помимо этого, на славу постарались дизайнеры Войска одной корпировки совершенно не похожи на войска другой Интерфейс интуитивно понятен и напоминает то, что был в Massive Assault Так что поклонникам этой игры даже не придется долго привыкать к новому управлению 5 баллов за внешний вид Музыка не наскучит даже после нескольких часов игры А реплики, присущие некоторым родам, создают полное ощущение присутствия на поле боя Пятерка за звук Те, кто играл в Massive Assault, не будут разочарованы обитаемым островом Компания-разработчик Wargaming.net с блеском продолжила линейку своих военных стратегий Советуем эту игру всем поклонникам жанра Возможно, единственное, к чему можно придраться — это несколько устаревшая графика Но для такой игры, как Обитаемый остров Послесловия, это несущественный минус Пятерка — твердая пятерка Довольно странная тенденция наблюдается среди российских разработчиков За последний месяц Обитаемый остров Послесловия — уже вторая игра Созданная по мотивам произведений братьев Стругацких Если так и дальше пойдет, то среднестатистический геймер Вечно прогуливающий школу будет знать русскую литературу лучше всех в классе Как вам, например, стратегия в реальном времени по мотивам романа «Война и мир»? Да, было бы весело Но давайте вернемся к Стругацким Прямо сейчас ответы на ваши вопросы по игре «Обитаемый остров» Послесловия Вопрос Никак не могу выкурить противника из леса Что мне делать? Отвечаем В этой миссии вам необходимо устроить диверсию Дождитесь наступления ночи и начинайте наступление Прежде чем начинать атаку, постарайтесь подвести войска как можно ближе к лагерю противника С такого расстояния вы без труда разобьете врага Вопрос Никак не могу разобраться со строительством базы Вообще, по какому принципу следует размечать здание? Отвечаем У каждого форпоста разрешено возвести до шести различных пристроек Комбинация зданий напрямую зависит от обстановки и вашего стиля игры Иногда лучше построить все возможные казармы и мастерские Но чаще приходится концентрировать свои усилия на производстве одного или двух родов войск Вопрос А как пользоваться излучателями? Что они дают и какие у них недостатки? Отвечаем Передвижным излучателем можно искусственно поднимать боевой дух своих подопечных Но есть и обратная сторона этого прибора В случае его уничтожения все войска тут же разбегутся и начнется паника Смотрите во второй части программы Genesis Rising The Universal Crusade Вам отводится роль капитана Икона Закаленного в боях командующего космическим флотом И великолепного генетика Который отправляется с заданием изучить и покорить сердце вселенной Raymond Raven Krabitz В этой игре важны только и исключительно кролики Они бегают, прыгают, носят на голове кастрюли Поют песни, бросаются в атаку с мухобойками И конечно же истошно орут Смотрите во второй части программы Raymond Raven Krabitz В этой игре важны только и исключительно кролики Они бегают, прыгают, носят на голове кастрюли Поют песни, бросаются в атаку с мухобойками И конечно же истошно орут Genesis Rising The Universal Crusade Вам отводится роль капитана Икона Закаленного в боях командующего космическим флотом И великолепного генетика Который отправляется с заданием изучить и покорить сердце вселенной Raymond Raven Rabbitz Это сборник нескольких десятков примитивнейших мини-игр на трех кнопках И наверное самое безумное явление последнего времени Только в этой и никакой другой игре Вам предстоит на скорость сдавить коров Прыгать с самолета без парашюта Гонять верхом на бородавочнике Очень много танцевать И конечно же встретиться с ними Белыми, пушистыми, орущими И вооруженными вантусами кроликами Милейшие существа, которые пришли захватить мир Одиннадцать лет назад симпатяга Raymond Эдакий французский аналог Чебурашки Стал для Ubisoft настоящим счастливым талисманом Двухмерный аркадо с его участием Вышел тогда на всех возможных платформах И почти везде прогремела с одинаково большой громкостью Еще бы! Ведь для своего времени игра была красива Обладала отличным стилем И с легкостью затыкала за пояс Изрядно надоевшего всем Марио Со временем серия игр про Рэймона Разрослась до трех полноценных частей И некоторой прочей мелочевки Был и переход в 3D Который, что приятно Не уронил планку качества И не повредил стилю Первоклассный дизайн и юмор и геймплей Все это осталось неизменом Логично, что на волне такого вот благоиграющего успеха Должна была выйти и четвертая часть игры Работало над ней болгарское отделение Ubisoft Игра поступила в продажу в декабре 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2,5 ГГц 512 МБ оперативной памяти И 128 МБ видео А также 1,5 ГБ на жестком диске Вместо ожидаемого продолжения приключенческой серии Мы получили всего-навсего Огромный набор мини-игр Вроде тех, что уже выпускались раньше Ubisoft Но самое удивительное В это не только можно играть Но даже нужно Да, конечно, для начала придется привыкнуть к тому, что Рэймона в новой игре совсем мало В этой игре важны только и исключительно кролики Они бегают, прыгают, носят на голове кастрюли, поют песни, бросаются в атаку с махобойками и, конечно же, истошно орут Они излучают тонны каризмы и благодаря природному обаянию считаются теперь чуть ли не одной из главных находок всей индустрии в прошедшем году Наша оценка геймплея — 5 баллов Все происходящее в игре основывается на требуемом движке Jade Engine Никаких современных наворотов и фишек А небольшие объекты слишком угловаты Хотя общая атмосфера декорации — все выполнено на высоком уровне Внешние данные мы оцениваем на 4 балла С озвучкой тоже все в порядке Особенно приятные впечатления приносит танцевальный симулятор с лучшими песнями 80-х годов Наша оценка звука — 5 баллов Самое же главное в Rayman Raven Krabbit — это тот заряд хорошего настроения Который любой играющий или даже наблюдающий гарантированно получает от игры Дизайн, режиссура и озвучка просто бесподобны Одни комичные кролики — чего только стоит Нужно только учитывать, что забава эта предназначена отлично для прохождения ее долгими ночами Но вот пару-тройку часов в компании друзей она займет собой наилучшим образом Наша общая оценка игры — 5 баллов Во время тех двух вечеров, что вы потратите на прохождение Raven Rabbits Проклятые кролики несколько раз доведут вас до истерики А через пару часов вы будете уже не смеяться, а лишь беспомощно хрипеть и похрюкивать Эта игра обладает прямо-таки гипнотическим свойством И даже после того, как вы пройдете ее вдоль и поперек Еще пару недель садясь за компьютер В вашей голове будет пульсировать одна и та же мысль Хочу еще кроликов! А для тех, у кого появились проблемы с прохождением, смотрите наши ответы на ваши вопросы Первый вопрос Подскажите, пожалуйста, как проходить игру, в которой надо записывать звуки кроликов? Отвечаем Танцы проходить не обязательно Они сделаны для того, чтобы можно было пройти их и продвинуться дальше по сюжету Если не получается, пройти уровень Следующий вопрос Я собираю кролика по частям в темной комнате А почему очки неправильно считаются? Отвечаем Все правильно считается Надо просто собирать очень точно Следующий вопрос Помогите пройти уровень с кольцами в девятый день Помогаем Там нет ничего сложного Постарайся ускоряться чаще Следующий вопрос А как пройти уровень с бросками супермена кролика? Это тот, где нужно набрать 200 метров Отвечаем Проблем быть не должно Дело в том, что в полете можно нажать левую кнопку мыши И тогда кролик получит дополнительное ускорение Наш результат – 248 метров По договору с зарубежным издателем Dreamcatcher Компания «Акелла» выпустит на территории России, стран СНГ и Балтии локализованную версию игры Genesis Rising – The Universal Crusade Масштабный и амбициозный проект уже получил изрядную долю положительных откликов на западных сайтах Посмотрим, какое будущее ждет эту игру у нас События Genesis Rising разворачиваются в далеком будущем Спустя 3000 лет после того, как, по мнению верующих людей, на Землю пришел Спаситель Человеческая раса покорила большую часть Вселенной В своих мыслях люди стали считать себя приближенными к Богу А всех остальных существ, населяющих галактику, они воспринимали как низшие расы Всех, кто не повиновался, ожидала быстрая расправа Доминирование человеческой расы подкреплялось органоидами Генетически смоделированными машинами, которые быстро приспосабливались к любой среде Вычисляли тактику противника и побеждали его Непокоренной оставалась лишь одна часть галактики – Universal Herd Где быстро развивалась таинственная раса, которая и представила реальную угрозу для существования всего человечества Вам отводится роль Капитана Икона, закаленного в боях командующего космическим флотом и великолепного генетика Который отправляется заданием изучить и покорить Universal Herd В роли потомственного командора предстоит возглавить поход на последний бастион Сопротивление самого совершенного вида во Вселенной Сценарная линия обязательно предложит альтернативные варианты развития событий А мощнейший движок Genesis Rising и Universal Crusade продемонстрирует живописные панорамы космических пространств И великолепные модели биокораблей-органоидов Системные требования к игре таковы Процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти На жестком диске Genesis Rising займет 3 ГБ Геймплей Genesis Rising и Universal Crusade прежде всего интересен режимом кампании Вам будет позволено пройти по сюжетной линии, не останавливаясь на конкретных уровнях Нелинейность даст возможность игроку вести войска своим уникальным курсом и развиваться независимо от ни от чего Минус в том, что некоторые моменты требуют серьезной доработки Так что без патчей играть не советуем Четверка из геймплей При первом знакомстве Genesis Rising поражает бесконечными, завораживающими космическими просторами Вы буквально можете ощутить то огромное расстояние, которое преодолевают органические корабли Как это ни странно для космической стратегии, пресловутого мяса будет в избытке Органические корабли разлетаются даже эффектнее, чем монстры в некоторых экшенах 5 баллов за графику Музыка вас также не разочарует Создавая атмосферу бесконечности своим космическим звучанием, она при этом совершенно не надоедает Пятерка за звук Подводя итоги, хочется еще отметить то, что Genesis Rising, игра вдумчивая и поклонники стратегии будут не разочарованы Основные тактические приемы, так или иначе, связаны с генетикой Поскольку все ваши корабли – живые существа, подход к каждому из них должен быть особенным До отличной оценки игре не хватило совсем чуть-чуть Четверку получает сегодня Genesis Rising The Universal Crusade Genesis Rising The Universal Crusade Отличная игра, которая порадует вас своими неординарными идеями, но совершенно разочарует техническими просчетами Спасти положение сможет только пара хороших патчей Но никаких новостей на этот счет пока не слышно Для самых любопытных геймеров мы, как всегда, подготовили несколько полезных советов по Genesis Rising Вопрос А помогите мне? Никак не могу захватить продовольственную базу врага По секрету скажу, что я уже только не делал Как же мне быть? Отвечаем Для захвата некоторых зданий требуется определенный ген В частности, для получения контроля над продовольственной базой вам нужен ген под названием Invasion Раздобыть его можно только уничтожив в иражеский корабль, который наделен этим геном Укажите боевому крейсеру на труп поверженного противника, и он высосет нужный вам ген Вопрос Некоторые расстояния очень велики, и мне иногда приходится по несколько минут просто ждать, пока корабль взлетит до нужного места А можно ли регулировать скорость игры? Отвечаем Нет, нельзя Скорость течения времени в игре не регулируется Это одна из многочисленных оплошностей разработчиков, о которых мы говорили выше Вопрос А как вылечить свои корабли? Отвечаем Вылечить их можно, если высосать кровь из трупа или около базы Во втором случае вам понадобится специальный транспортный кораблик Он служит контейнером для перевозки крови Укажите ему на пострадавший крейсер, а дальше он все сделает сам На сегодня это все, меня зовут Борик Ротер и это был Факт Заходите в форум на сайте moustv.ru, я и там общаюсь с вами Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.mozdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим, ответим на ваши письма и... и все, пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...